Вы знаете, профессора Преображенского Михаил Булгаков писал с натуры. Прототипом ему был не какой-то там конкретный человек, это собирательный образ, в котором, однако, можно обнаружить и черты самого писателя. И разговор о правильных горячих закусках под водку, о которых в книге рассуждает Преображенский, правильнее будет начать с гастрономических привычек самого Булгакова. А ему, надо сказать, довелось пожить не в самое сытое время. Но, несмотря на скромный быт, он обожал принимать гостей и был в этом большим мастером. У булгаковских пьес в то время была незавидная судьба, оставили их редко, и писатель жил на скудные отчисления с постановок. Но при этом он обожал устраивать веселые застолья. «Лучший трактир в Москве!» — так называл он свой дом, где стол всегда украшала водка в графинах. Булгаков водочку уважал и любил, кстати, разбавлять ее рижским бальзамом. Этой же привычкой к водке он наградил героев многих своих произведений. Если помните, и в Турбиных, и в Иване Васильиче, и в «Собачьем сердце» они так же, как и автор, неизменно и с удовольствием ее родимую, я имею в виду, водку, употребляют. К водке на застольях в доме Булгаковых подавалась простая, но очень, надо сказать, элегантная закуска. Селедку вымачивали в молоке, тщательно промывали и выбирали все кости, осторожно распластав каждую рыбину, чтобы она не потеряла вида. На блюдо выкладывали целиком, приложив на место голову и хвост. С одной стороны мелко нарубленный вареный картофель и свеколка, с другой зеленый рубленый лук и свежие огурцы. Если попадались молоки, их хорошенько растирали со сливочным маслом, выкладывали на отдельную тарелку, равняли и нарезали небольшими кусочками. К селедке готовили и специальную подливку. Смешивали ложку горчицы, половину чайной ложки сахара, две столовые ложки растительного масла и взбивали, добавляя немного уксуса. Любовь к хорошему застолью Булгаков перенес и на странице своего главного романа «Мастер и Маргарита», чего стоит одно только описание того, как Волланд возвращал к жизни упившегося накануне Степана Богдановича. Но это просто руководство к действию. Цитирую. «На маленьком столике сервирован поднос, на коем имеется нарезанный белый хлеб, паюсная икра в вазочке, белые маринованные грибы на тарелочке, что-то в кастрюльке, как потом выяснилось, горячие сосиски в томате, и, наконец, водка в объемистом ювелиршеном графине». Эх, как хорошо он и вкусно писал. Однако пора вернуться к горячим закускам под водку, которыми, по мнению профессора Преображенского из «Собачьего сердца», должен оперировать каждый уважающий себя человек. Преображенский, а с ним и сам Булгаков, видимо, любили закусить рюмку холодной водки горячими бутербродами с куриной печенью, например. Печень для этого нужно поджарить на сковороде до готовности, в самом конце влить столовую ложку коньяка, две столовых ложки сметаны посолить и поперчить, отдельно мелко нарезать лук, потушить его в сливочном масле до слегка золотистого цвета, и из этого лука и большей части готовой печенки сделать пюре, то бишь паштет. Затем быстро обжарить на сковородке ломтики черного хлеба, выложить на них печеночное пюре, сверху уложить оставленные целыми кусочки печени и украсить зеленью укропа. Колоссальная закусь получается! Прав был профессор Преображенский. А вот еще один его рецепт, который очень кстати окажется для похмельного завтрака после новогодней ночи. Яйца кокот с шампиньоновым пюре. Помимо запотевшей рюмки спасительной водки, яиц, сыра, сливочного масла, панировочных сухарей, шампиньонов, сливок и лука, шалот, здесь потребуется кокотница. Это такая керамическая небольшая посуда с ручкой для запекания. Если кокотницы у вас нет, сойдет не очень высокая широкая чашка, которая выдержит испытание духовкой. Шампиньоны нужно порезать, потушить с луком и сделать из них пюре. Посолить, поперчить, добавить сливки, выложить смазанную маслом кокотницу, выпустить сверху яйцо, посыпать сыром, ах, смешанным с сухарями, кстати, сыром, и запечь за загустение белка. Ну а затем, затем, господа, следует сделать интеллигентное лицо, как у профессора Преображенского, махнуть рюмку водки, ну, например, Fire and Dice, которую мы сегодня разыгрывали в нашей программе, и, как уважающий себя человек, насладиться горячей закуской со страниц романов Булгакова. Приятного всем аппетита и с Новым годом! Субтитры подогнал «Симон»!